Всем привет, друзья! И это начало обзора моего PvP-ресурспака, который вы можете скачать, перейдя по ссылочке в описании. Ну а также, друзья, я сделаю обзор на него и покажу, как его установить. Ну что ж, погнали! Ну что ж, вот мы и перешли по ссылочке в описании, и вас здесь встречает вот такое вот окошечко. Здесь все файлы, которые присутствуют в моем ресурспаке. Ну а чтобы его полностью скачать, вам нужно нажать вот на эту кнопочку, и у вас пойдется поиск вирусов, во-первых. Во-вторых, у вас начнется скачивание ресурспака, и когда он скачается уже, вы просто его открываете. Он у меня уже, как видите, здесь есть. Я на него нажимаю, нажимаю вот так, и открыть с помощью Майнкрафт. Я нажимаю открыть с помощью Майнкрафт, и у меня уже этот ресурспак автоматически устанавливается на Майнкрафт. Согласитесь, друзья, в Майнкрафт Бедрак Эдишн очень быстро устанавливаются текстурпаки. И чтобы нам активировать его, если кто не знал, вам нужно зайти вот сюда, активировать. Все, ваш ресурспак активирован. И что ж, начнем его обзор. Ну и начнем, друзья, мы с того, что бросается в глаза лучше всего, а именно текстуры блоков. Смотрите, они полностью все изменены. Абсолютно все блоки, которые вы встретите в Майнкрафте, они изменены. То есть, они более стали детализированием. Зачем я это сделал? Потому что, как бы, я хотел, чтобы блоки были вот такие, ну и в то же время, чтобы не лагало, и чтобы было все красивое. Ну что ж, друзья, не зря у меня стоят стенды с броней. Я их сюда специально поставил, чтобы показать вам все модельки брони. Как видите, вот эти все модельки не изменены, кроме одной. Да, это та самая, блин, оброня, про которую все, блин, оговорили. И вообще, это мем, наверное, канала. Вы только посмотрите, что это, что это за шапочка? Почему она посередине какая-то, не знаю, что это, как будто бы у меня волосы сбрели. Я выгляжу максимально странно в этой шапочке. И абсолютно вся кожаная броня тоже какая-то странная. Как видите, колени у нее здесь, текстуры прозрачные. Здесь у нее прозрачная. И, как бы, в том месте, где должны быть текстуры, оно все прозрачно. Я не знаю, с чем это связано, но это мне очень нравится. Поэтому, да, я не изменил эту текстуру брони, потому что, ну, посмотрите только, это просто шикарная, блин, броня. Вот это вот посерединке с бритой, это просто шикарно, я думаю. Ну, и алмазную броню я не менял, назаритовую тоже не менял, вот эту вот золотую тоже не менял, железную тоже и кольчужную тоже. Только по одной причине. Почему же я не менял вот эти брони? Потому что, капец, как лагает, друзья, вы просто не представляете, так лагает, что просто можно, не знаю, просто бери и просто не играй в Майнкрафт тысячу лет. И знаете, из-за чего лагает? Потому что эта броня была такая же, как и эта. То есть, видите, тут пиксель вот такой, а тут пиксель вот такой огромный. То есть, я просто удалил из файлов вот такую вот бронь, более такую, не знаю, красивую, в то же время лагучую. И у нас оставилась вот такая вот обычная Майнкрафтерская броня. Она мне нравится, то есть, я ее не стал менять. Знаете, как они обычно это делают в других текстурпаках? Они делают бронь полностью, там, например, алмазную бронь, фиолетовую, назеритовую, там, не знаю, полностью черную, золотую, более желтую, железную, вообще как будто бы пластмассовая. Ну, а кольчужную, про кольчужную я вообще говорить не буду. Ну, друзья, у нас не только изменилась броня, но и также у нас поменялся интерфейс. Интерфейс у нас стал более такой, тоже детализированный. Как видите, пиксели в нем увеличилось, побольше стало. Ну, и также текстуры блоков, то есть, предметов блоков. То есть, смотрите, вот, например, я и держу блок, и у меня текстуры тоже заменены, как бы, очень даже прикольно. Ну, и куда же без предметов? Предметов я хочу уделить особое внимание, потому что, как видим, я сейчас возьму полностью алмазные предметы. Все, все полностью, так, ага, вот тут вот. И вот это вот тоже надо взять. Вот, смотрите, это полный комплект инструментов алмазных. И что бы я хотел здесь вас попросить заметить? То, что текстуры, да, они просто не вписываются в Майнкрафтерские. Можете сказать, а можете сказать и по-другому, что это на самом-то деле самые шикарные текстуры, которые я мог найти. Которые, блин, а мне понравились, потому что некоторые текстуры предметов, они были просто, блин, я не знаю, они просто были, я не знаю, ужасно. Это просто ужасно было. Но вот это более-менее, и то мне не нравится то, что они какие-то слишком темные, какие-то странные. Но зато, чем это плюс? Тем, что, например, давайте уберем вот эти инструменты, мы возьмем только меч. Вот когда вы пвпхаетесь с игроком, там, не знаю, в пвп, чувак, один на один, давай, выйди. Вот вы берете меч, и у некоторых людей они играют на телефоне. А это Майнкрафт Бедерк Эдишн. Майнкрафт ПЕ, как его еще называют? Майнкрафт МКПЕ, как его еще называют? Но самое популярное название, конечно же, Майнкрафт ПЕ. Если вам, конечно, так удобно. Но я сейчас, смотрите, я вам сейчас продемонстрирую. Смотрите, мы берем меч, и что мы тут видим? Мы видим, что наш меч, он немножечко загораживает экран. Но у некоторых людей есть телефоны. А телефоны, как мы видим... Вот возьмите сейчас телефон и посмотрите на его экран. Он ужасно маленький. Вот просто возьмите и приложите к своим пальцам огромным. Просто ваши огромные большие пальцы могут закрыть его. И просто невозможно. Как можно большими пальцами играть вообще в игры? Ну, короче, мой меч, вот этот вот, он немножечко короткий. Да, это уродство, это какой-то непонятный, знаете, типичный пвп ресурспак. Но нет, друзья, на самом-то деле я выявил одну закономерность. Когда вы используете такой ресурспак, в котором маленькие мечи, вам более заметно врага, более заметный враг становится. Когда вы используете такой короткий меч, вы более-менее, ого, вы видели, более-менее начинаете по нему попадать. То есть, смотрите, когда я им еще и машу, он загораживает мне экран. А на телефоне вообще что происходить будет, это просто что-то с чем-то. Поэтому я подумал, что, ну, почему бы и нет заменить обычный меч майнкрафтерский на вот такой вот прикольненький. Ну, друзья, у нас не только вот эти предметы все изменены. Как видим, текстуры обычных предметов тоже изменены, как видите. Кстати, в инвентаре тоже все серое, то есть красивенько, как я это в начале ролика говорил, в начале обзора. Так, вот это вот мы, да, это все посмотрели. Мы берем теперь лук. Этот лук я рисовал полностью сам. Что я имею в виду? Теперь, когда заряжаете лук, он будет переливаться вот такими вот цветами. Синий цвет, это первая стадия луков. Желтый цвет, это уже можно стрелять, но подожди чуточку. А зеленый цвет, это можно уже брать и стрелять нифига себе с одного удара. Ну и, друзья, вы меня спросите, этот же, блин, лук, такой лук я видел в последний раз в ресурспаках тысячу лет назад. Уже никто не делает лук, который переливается разными цветами. То есть это уже не модно, как бы в PvP ресурспаках уже никто такое не делает, как бы. Но, друзья, друзья, подождите, вы не видели одну фишку. Когда вы заряжаете лук, это полная фигня. Но когда ваш соперник, когда ваш враг заряжает лук, вы сразу же издалека, вон там он заряжает, блин, вон там, вон там он стоит, вон там заряжает лук. И вы оттуда вам можете заметить, что сейчас у него стадия какая-то там лука. То есть ваш противник, вы можете заметить по его луку, вы можете увидеть стадию заряда лука. И, например, когда там чувак стоит, тут пропасть, например, в Бэдварсе, в Эгварсе, в том же самом Скайварсе. И когда чувак стоит вон там, тут пропасть, вам надо построиться вон туда, но он может вас кинуть. Вы видите по его тетиве, которая зеленая, что у него полностью заряжен лук. И когда он вас стреляет, вы видите, что он заряжает лук, у него там синенькая, потом жонленькая. Опа, и вы уже пробежали. То есть как-то так это работает. Ну и также, друзья, только что я сделал день. То есть смотрите, оп, и я хотел однажды, однажды, я такой подумаю, почему бы не сделать бы чат внизу. То есть чтобы чат был как в джабе. Но я быстро понял, что это бессмысленно и зачем мне вообще это делать. Хотя я мог бы, но, блин, ну зачем мне это делать? Этот чат мне и так не мешает, вроде как все в порядке. И тем самым, согласитесь, странно бы видеть в Бедрок Майнкрафте, в Майнкрафт БЕ, вообще чат из джава. Это странно. Ну да ладно, бронь мы посмотрели. И что я хотел бы еще вам показать? Например, если мы будем наносить критические удары. Например, вот, чувак, извини, конечно, но я тебе сейчас морду набью немножечко. Ты прости, сразу говорю. Опа, видите, то есть когда я наношу критические удары, вот эти вот эффекты, которые исходят, они разноцветные. Чем это вам, опять же, может помочь? Когда вы с кем-то деретесь, чувак наносит по вам критические удары. И иногда это просто незаметно. Вот когда чувак наносит по тебе критические удары, ты такой думаешь, вот сейчас он не нанес, вот сейчас я нанес. Оказывается, это он нанес. И когда вы с кем-то деретесь... Так, извини, братан, что я тебя побил, но, короче, когда вы наносите или вы по никому-то нанесли критический удар. И смотрите, самое странное, что я этого не хотел делать, но это у меня получилось. Смотрите, если я возьму лук, и если я выстрельну за стрелой, теперь будет тоже разноцветные эффекты. Вот такие вот партиклы, как-то так они называются по-английски. Ну, короче, вот так. То есть я стреляю, и теперь у меня какая-то трассирующая стрела, за которой вот такой вот разноцветный след идёт. Это очень даже прикольно. И вы знаете, иногда... Стоп, стоп, стоп. А почему сейчас не сработало? Я вот иногда замечаю, может быть, у стрелы тоже есть критический удар. То есть, когда за стрелой следует какой-то там эффект, это значит, что критический удар. А когда просто стрела... Вот, то есть, смотрите, вот сейчас я стреляю. Вот сейчас, смотрите, я стреляю. И то есть, смотрите, эффекты за этой стрелой пошли. А вот когда я вот так вот быстро стреляю, вообще нет эффектов. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, и вправду у стрелы есть свой критический удар. Ну и, конечно же, то же самое работает и с арбалетом. Когда вы стреляете, неважно, как бы есть эффекты, как бы нет. Это только у лука работает то, что нет эффектов. Нет эффектов, есть эффект. Как-то странно это работает, если честно. Ну да ладно. Ну и самое прикольное, друзья, что я хотел тысячу лет сделать, это маленький огонь. Который не будет загораживать вам весь экран. Вот, то есть, я горю вроде как. И то есть, у меня полностью открытый экран. Я вижу, что я загорелся, как бы мне надо бы потушиться, блин, огонь. Но, я вижу, все. Я вижу, что вокруг меня происходит. У меня глаза, можно сказать, открытые. Ну вы могли наверняка помнить, друзья, как я страдал от этого, блин, огня. Он просто загораживал мне полностью весь экран. А вот что у телефонов творится? Вот просто что-то с чем-то. Когда вы играете на телефоне, он там и так маленький экран. Огонь вообще весь экран перекрывает. Просто невозможно. Поэтому, друзья, этот текстурпак вам поможет даже немножечко в огне. Как бы, когда вы там уже, блин, ах, горю. Вы можете там немножечко, там, задамажить чувака. Может быть, как-то вам это поможет, не знаю. Потому что лично мне огонь вообще весь экран загораживал. Я просто не понимал, что с этим делать. Ну и мы переходим дальше. Я вроде как все показал. И также, друзья, у нас, да, изменился интерфейс. Все вот такое серенькое. Этот тоже я показывал. Вот такой вот курсор. Да, вот такой вот плюсик в центре экрана. Я его тоже изменил. И что, если я вам скажу, что вы тоже его можете изменить как хотите? То есть, вот этот плюсик по центре экрана вы можете изменить как хотите. Вы можете сделать какую-нибудь, не знаю, заколючку. Можете просто, не знаю, уменьшить еще больше. Можете нарисовать что-то. Если вам позволит, конечно, поле, там, такой квадратик, там, крестик. И вы должны что-то там пририсовать можете себе. Но я вам покажу, как его изменить, если вы хотите, конечно. Но это просто топовый ресурс пак. Ну, на этом, конечно, обзор закончился. Я надеюсь, вам понравился этот ресурс пак. Он просто шикарный. Просто прикольный. Но не переключайтесь. Потому что я показываю самое интересное. Вот мы и находимся в моем рабочем столе. Что мы делаем? Мы заходим в наш текстурпак. Вы можете как это сделать и на компьютере, так и на телефоне. Главное иметь какой-нибудь редактор. Знаете, например, Пайнт, там, 3D Пайнт, там, не знаю, Блок Бенч тот же самый. Смотрите, что вам нужно сделать? Вам нужно зайти вот сюда. И вам нужно найти здесь Айконс. То есть, вот это вот иконы. Вы просто вот так вот делаете. Раз. То есть, запомнили, да? Вы заходите в наш текстурпак. Нажимаете на него. В текстуры. Здесь у нас вот это вот нажимаете. Я не знаю, как это, если честно, в переводе. Но вы нажимаете, короче, сюда. И здесь вам открывается иконс. То есть, иконы. Вы просто переносите на рабочий стол. Либо просто изменяете на телефоне эту штучку. То есть, смотрите, я открыл сейчас Блок Бенч. Я захожу сюда. И я нажимаю вот здесь. Вот, смотрите, скин. Я нажимаю здесь вот это. Текстуры. Я здесь делаю, пожалуй, 32 блока. Теперь я нажимаю вот сюда. И выбираю текстуру. Нажимаю на вот эту текстуру. Раз. Открываю. Подтвердить. И вот у меня этот айконс. Он здесь открылся. И что же я могу здесь сделать? Во-первых, я могу изменить здесь курсор. Смотрите, вот такой вот у нас курсор. Я беру просто белый цвет. И, например, ну, я хочу сделать, например, вот такой курсор. Почему бы или нет? Я просто хочу вот так вот сделать. Ну, как бы да. Не знаю, может быть мне так нравится. Почему бы и нет? Могу вот так еще сделать. Почему бы и нет? Могу вот так вот сделать. Да, вы можете по-всякому здесь наклацать. Вы можете сделать обычный, кстати, курсор. То есть, вот так вот. Раз, 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 раз делаете. Можете вообще вот так вот сделать оригинал. Отлично. Смотрите, изменяем вот так, например, я хочу сделать себе крутой курсор, крутой, блин, что-то не так пошло, ну да ладно, вот тут вот немножечко сделаем, отлично, вот просто, не знаю, какой-то курсор у нас получается, можем вот так вот сделать, например, это ракета какая-то странная, курсор ракета, почему бы и нет. И что мы делаем дальше, мы просто нажимаем сохранить, да, почему бы и нет, мы сохраняем, вот это вот закрываем все, здесь сбросить нажимаем, потому что мы, как видим, здесь все сохранили, вот такой странный какой-то курсор у нас получается. Вот, друзья, у меня и получился вот такой вот странный курсор, ну и чтобы его применить, нам просто нужно переместить то, что у нас получилось в нашу папочку icons, то есть раз, нажимаете ok, все, у нас заменился теперь этот icons на тот кастомный, который мы сделали. Вот это вот все не трогайте, кроме вот этой вот, вот этой вот штучки, здесь нарисуйте курсор, какой вы хотите, и просто закидываете вот так вот сюда, нажимаете ok, все, теперь вы закрываете и просто заново, заново просто открываете с помощью майнкрафта. Но перед тем, как заново открыть его с помощью Майнкрафта, вам нужно сначала зайти в Майнкрафт, заходим в Майнкрафт, заходим в настройки, заходим в хранилище, наборы ресурсов, кстати, вот мой ресурспак, и мы его просто удаляем. Зачем мы это сделали? Чтобы нам Майнкрафт не сказал, что у нас есть уже такой ресурспак, то есть дубликат. Теперь мы просто выходим из Майнкрафта, мы заново нажимаем открыть с помощью Майнкрафта, и то есть у нас теперь изменен курсор, по идее. Вот у нас импорт запущен, успешный импорт PvP Villager 32X, отлично, мы его активируем, активировали, все у нас загрузка ресурсов, и теперь, когда мы, не знаю, зайдем даже на сервер, например, вот, например, в Кубкрафт заходим, просто заходим и смотрим на наш курсор, который мы накалякали. Я даже не знаю, что у нас получилось, давайте, опа, что, господи, что это за курсор, это, это уродство какое-то, я не понимаю, ну, короче, друзья, вы можете изменить как хотите его, например, вот так, но, друзья, я бы вам не советовал его вот так вот изменять этот курсор. Что это такое? Я просто не понимаю, что это за курсор? Я не знаю, может быть, в комбо получше заносить буду, ну, ну, это просто уродство какое-то, я не понимаю. Ну, друзья, и с вами был я, житель, ну, и также, друзья, не забывайте скачивать ресурспак по ссылочке в описании, если вам он понравился, если вы хотите с ним играть на здоровье, я оставил его ссылочке в описании, обязательно скачайте. Ну, и также, друзья, не забудьте подписаться и поставить лайк, потому что, друзья, у меня не только этот текстурпак есть, не только он, у меня также есть очень интересный ресурспак, который, скорее всего, я никогда вам не покажу, потому что вы не поставили лайк и не подписались. Ииии всем пока!